Большегрузам здесь не место. Так вполне законно считают жители новых микрорайонов города Видное. Мало того, что парковочного пространства и без того немного, так еще и грузовики занимают места. Некоторые стоят на приколе по несколько месяцев. Обращаемся в ГАИ, конечно. В основном, конечно, проблема у нас с эвакуацией большегрузов. Я, честно говоря, ни разу не встречалась. Сколько раз обращались. Здесь эвакуируют в основном в неположенных местах у нас легковые автомобили, а, соответственно, грузовые – нет. Самые проблемные территории – шестой микрорайон и зеленые аллеи. Почему водители грузовиков облюбовали именно эти места – вполне объяснимо. В центре города такая фура перегородит буквально всю улицу, а здесь вроде и незаметно. Однако это не так. Большегрузы мешают свободному передвижению транспорта, загораживают угол обзора как автомобилистам, так и пешеходам. У нас одна из болевых точек – это вот здесь, квартал Северный. Это место выезда сейчас уже на новую трассу М4. И с момента открытия нашего выезда у нас здесь организовалась большая стихийная стоянка большегрузного транспорта. Также у нас есть большой разворотный круг для общественного транспорта, на котором точно так же стали парковаться большегрузные транспорты. С этой проблемой борются давно. На этот раз за ее решение взялись члены общественной палаты муниципалитета. Вместе с представителями управляющей компании и территориального отдела вышли в рейд, чтобы зафиксировать нарушения парковки большегрузного транспорта. Надо изучать правила дорожного движения. Там четко прописана парковка на проезжих частях. Мы видим, там есть запрещающий знак. А тем не менее вдоль проезжей части стоят большегрузы. В чем беда? В том, что большегрузы занимают 2 и 3 парковочных места. Проставят они неделями, дети гуляют, выходят и выбегают из этой большой машины. Видимость плохая. И, конечно, это массу неудобств за жителем приносит. На лобовом стекле одного из припаркованных большегрузов общественники нашли контактный номер телефона. Позвонили, водитель стал оправдываться. Мол, все так паркуются, чем я хуже. Вы понимаете, что такие большие машины в жилищных комплексах и во дворах не должны парковаться? Ну, а если я живу здесь, мне что делать? Я на работу не езжу. Я, конечно, понимаю, что мне приходится нарушать, но тут как бы по поводу знаков, но везде знаки стоят. Там даже легковые, если припаркован, они тоже поздно стоят. Они закрывают обзоры, это приводит к аварийным ситуациям. И жители действительно очень возмущаются и не знают, куда жаловаться и как быть. Отсутствие специализированной парковки – самое распространенное объяснение о нарушении правил. Я бы с удовольствием здесь не ставил, потому что мне и аккумуляторы украли, это стоит как бы немалых денег. Я бы с удовольствием поставил, если было бы место. Ну, вот частные парковки платные не рассматривали? Да, не пускают такие большие, легковые, без проблем, и то не везде. Уже как бы, сами видите, домов много, много квартирных, а с парковками здесь проблемы. По итогам рейда, члены общественной палаты решили взять ситуацию под личный контроль. Инициировать создание рабочей группы, куда вошли бы глава муниципалитета, сотрудники госавтоинспекции и представители дорожной комиссии, чтобы вместе, наконец, решить проблему парковки большегрузного транспорта. Ведь эта тема актуальна во всем Ленинском округе. Юлия Погасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова